МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Как дела? Сегодня хочу вам рассказать об одной из моих собак, за которыми я ухаживала в качестве док-волкера или док-ситера. О Коко. О ее характере, о привычках, повадках, ну и о том, что с ней случалось за 5 лет моего существования в этой семье и ухаживания за всеми тремя собаками. Итак, Коко. Коко это старшая из трех собак. Ей на данный момент уже исполнилось 16 лет. Она в неплохом состоянии. Конечно, не такая, какая была 5 лет назад, когда она бегала, прыгала, гонялась за мячиком. Она лучший в мире братарь. Ни одного мяча мимо себя она никогда не пропустит. Она словит в любой позиции. То есть она столько видит и оценивает всю ситуацию, логически мыслит и понимает, куда полетит мяч, что опережает даже замах на пинок этого мяча. И естественно, когда мяч уже летит в какую-либо из сторон, она уже там. На данный момент она уже не бегает за мячиком, слишком стала старенькой, ножки болят, у нее развивается ревматизм. Так как я жила на пятом этаже, то есть дом у них состоит из пяти этажей и гостевая комната или комната няни, на тот момент, когда я была в 2014 году сначала няней, а потом уже стала приходить к ним в качестве док-вокера по утрам. На пятый этаж она поднималась легко и быстро. Причем на четвертом этаже была наша общая ванная комната с девочкой. И именно там она часто зависала. Она очень любит воду. Она может часами смотреть, как льется вода из крана, из душа, откуда угодно. Она пытается поймать какие-то капельки. Она сидит просто рядом с ванной и смотрит, когда же польется вода. И естественно, надо ей включать эту воду, чтобы она хоть как-то насладилась моментом. То есть любит очень воду. Также она очень любит воду из шланга. Когда у них есть хаускипер, и когда хаускипер, да, даже и я, когда ухаживала за садом, поливаем сад из шланга, она за этим шлангом, за водой гоняется по всему саду. В общем, Коко – девочка воды. Ну так вот, когда мы в последнее время поднимались на пятый этаж, я иногда, когда хозяева уезжали на каникулы, мне приходилось оставаться с собаками дома, следить за домом и за собаками. Все бегом бежали, естественно, в мою комнату, чтобы занять лучшие места на моей кровати. Я разрешаю им спать рядом с собой, на кровати. Конечно, выделяю им отдельную область, чтобы у меня было где разместиться, потому что три собаки на кровати – это очень много. Но они уже привыкли спать на одном боку кровати, я сплю на другом. И вот они все бегут, а Коко не может. То есть в последнее время мне приходилось нести ее на пятый этаж на руках. То есть даже нагрузка для меня была. Не то, что там просто подняться на этаж, а еще и с грузом. А Коко достаточно тяжелая в последнее время стала. Ну, да ладно, мне не сложно, она ей очень нравится. Она, когда я ее несу на руках, просто обалдеет. Смотрит на всех сверху вниз, как там Пеппе и Пенат догоняют нас. В общем, она у нас королева. Кстати, по поводу королевы, у нее даже взгляд такой пытливый. Иногда сядет и начинает смотреть на тебя из-под лоби. И что-то втумчиво так смотрит, смотрит. А мы заметили, что королева, когда проезжает куда-то на массовых таких публичных мероприятиях, она на все следит, так смотрит, где что происходит. Ну, в общем, следит и за народом, и за тем, что происходит вокруг ее кареты. И с таким тоже пытливым взглядом. И мы зовем Кокочку наша королева. Кокочка, кстати, это одно из уменьшительно ласкательных имен, я уже говорила. Она у нас и коша, и ко-коша, и кошечка. Некоторые русские мои друзья говорят, в смысле кошечка, это же собака. Я говорю, ну, она кошечка, она ко-кошечка. Ну, просто сокращенно, ко-кошка. Говорить очень много, очень долго. Иногда я ее зову ласковая кошечка. Кроме того, у Коко отрастают очень длинные волосы, и когда за ней нет ухода должного, то есть когда меня нет рядом с ними, а такие моменты часто бывают, она так зарастала, что после этого я всегда звала ее Кикимора, моя Кикимора. А еще у нее неправильный прикус, и когда она смотрит на тебя, иногда создается впечатление, что она улыбается. Кошечка, Кокошка, Коконат. В общем, на все она отзывается. Собаки уже понимают русский язык, понимают все указания. Или, ну, в общем, мне кажется, они ловят мою мимику, и мой тембр голоса, если я чем-то недовольна, они сразу прижимают ушки, и такие, мы что, мы не виноваты. А если ласкательно, все, они расцветают, бегут к тебе, садятся на ручки, просятся поласкать, обниматься и так далее. В общем, не думаю, что они понимают русский язык или английский, там еще хаускипер разговаривает с ними по-португальски, потому что она бразильянка. В общем, собакам живется весело, знают уже три языка. Что еще о Коко? Когда я пришла в дом, мне рассказали, что она один раз убежала из дома, села в машину, как ей показалось, свою, и уехала на край света. Машину она выбрала не хухры-мухры, в Ламборджини. Уехала она аж за 400 километров от того места, где находились хозяева. То есть Коко достаточно интересно попутешествовала, я думаю, в тот момент. Хозяева машины обнаружили находку только когда уже приехали домой, и по чипу каждую собаку в Англии вставляется в шею чип. Они позвонили ветеринару, ветеринар нашел по чипу, кому принадлежит собака, и собаку впоследствии вернули. Я уж не знаю, кто ездил за ней, или обратное те привезли. Может быть, они часто в Лондон ездят. В общем, Коко попутешествовала интересно. Была у нее еще и отважная история, когда они уезжали в Дорсет. Семья имеет загородный дом в Дорсете, это графство в Великобритании, в Англии. Они периодически по выходным ездят туда, как на дачу. Так вот, когда они уезжали в Дорсет, когда Коко еще была помоложе, ну, это случилось, по-моему, года три назад, они в Дорсете вместе с Пеппой, Коко и Пеппо, убегали из дома, бегали, гонялись за сайцами, за какими-то хорьками, ну, там много разных всяких живностей. И часто бывало так, что они даже не ночевали дома. Очень часто гонялись по полям, по лесам, за дикими животными. Особенно они очень любят белок, они все гоняются за белками. Так вот, на закате ее активной жизни она убежала из дома в Дорсете вместе с Пеппой, но Пеппо вернулся назад, а Коко нет. В итоге ее искали и нашли в плохом состоянии, потому что она с кем-то дралась. Как мне объяснил владелец собак, сказал, что она подралась, у нее была очень большая рана на теле, с кем-то какие-то иголки, говорит, доставали. Я так поняла, с дикообразом, что ли? То есть с каким-то диким зверем большим она подралась. Она любит нырять в норы и копать, и кого-то там, видимо, загнала. Я так поняла, что это был дикообраз, потому что он говорил про иголки, вытаскивали из нее иголки очень много, кто-то ее прямо сильно исцарапал. В общем, у нее была вся попа исцарапана и большая дыра в районе шеи, переходящей, ну, из шеи в тело, где переходит такая вот дыра. То есть ее зашивали, и потом я следила за ней, как все там срасталось, обрабатывала перекисью водорода. Ну и, в общем, кокочка ходила, вся такая гордая, она подралась с таким зверем. И я думала, блин, дикообраз в Великобритании. Стала как бы гуглить. Он сказал что-то типа баджа. Я думала, баджа. А баджа оказалась, стала гуглить, а ты оказалась борсу. Думала, какие там тогда иголки? Может быть, то, что у него такие ногти длинные, и он ее исцарапал, и, ну, видимо, как-то порвал ей кожу, и кожа росла. В общем, страсти кипели. За всю операцию им пришлось заплатить 500 фунтов. Но это еще ничего. У нас, у Пеппы была операция за 2000 фунтов. Об этом я попозже расскажу, когда буду рассказывать про Пеппе. В общем, кока подралась, чувствовала себя гордо, ходила всем собакам, видимо, рассказывала. Они при ней преклонялись. Такая королева, реально. И вот недавно, как бы, года два назад или полтора назад, она уже, как бы, видимо, совсем стала старенькой, перестала вести активный образ жизни, не гоняется за мячиком, никуда не бегает ни за какими белками, и вообще лежит дома, только лежит, смотрит в окошечко, в сад, где там что, и в основном спит. То есть такой... Я только их по утрам выводила, и она как-то бегала за мной, хотя бы хоть как-то прогуливалась. С хозяином... То есть я гуляла по утрам, а хозяин по вечерам. Хозяин говорит, что всё, она уже не хочет выходить по вечерам. Я, говорит, её зову-зову, она не выходит. Потом, значит, выяснилось, что ей очень холодно. Когда было холодно, у неё кожица уже, видимо, кровь не греет, ей было очень холодно гулять, и она не хотела просто выходить из тёплого дома. Я говорю, давайте я принесу какой-нибудь свитерочек для неё, чтобы она ходила в свитерочке. Он говорит, не надо, я сам куплю. В общем, на следующий день я прихожу, и у Кока висит новое такое пальто Barber. Это дорогой бренд, а уж тем более для собаки. То есть пальто, наверное, стоило фунтов 50. Когда я её одела в это пальто, она прямо с такой гордостью пошла в парк, ходила перед всеми собаками, красовалась, и так повернётся, и так повернётся. А у неё там под пальто ещё такой тёплый начёс, под шёрсток такой, то есть это прямо как шуба. Вот что девушке нужно. Дайте ей шубу, и она возродится из пепла. То есть собака уже практически уходила в мир иной, помирала, а тут стала ходить, бегать, красоваться в пальто. То есть без пальто мы теперь не выходим на улицу, и эта, в общем, собака возродилась. Я рассказала об этом хозяину, хозяин очень сильно удивлялся, охал-ахал. Вот оказывается как собаке нужна забота, чтобы она чувствовала тепло, что за ней ухаживают, что её любят, и что она не бесхозная и ненужная вещь в этом доме. Ещё она очень любит лежать на моих руках, на спинке. Я ей глажу животик, и часто пела ей песенку «Спи, моя радость, ты с ней». Она прямо так замирает, и только я заканчиваю, она начинает вилять хвостиком. Так это прикольно получается. Очень любит она, когда с ней общаются и поют ей песенки. Так что ухаживайте за своими собаками, занимайтесь ими, и ждите следующих историй, о которых у меня много, и про Пенат, и про Пепе. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok